Виталий Тетяков Больших, средних и малых исторических, экономических циклов Почему этот разговор актуален особенно сегодня? Ну непонятно, то ли мы все уже вышли из этого финансово-экономического кризиса О котором постоянно каждый день говорили, в том числе и телевидение То ли не совсем вышли Но дело в том, что год там полтора назад Когда вроде бы весь мир в него рухнул Это оказалось для многих неожиданным В том числе и для экономистов, финансистов Почему-то это оказалось независимым Хотя масса существует структур научных Которые вроде бы прогнозированием В том числе в сфере развития финансовых рынков существуют И сейчас время от времени называют каких-то людей Которые вроде бы что-то предсказали В отличие от всех остальных, которые ничего не предсказали И все это было для них неожиданно Между тем, давно уже разработанной теорией Ну и в первую очередь усилиями нашего соотечественника Кондратьева Экономических циклов и больших исторических циклов Есть специалисты по этим вопросам Известны, когда эти циклы начинаются Когда они заканчиваются Причем с очень большой точностью Там буквально год, два, три Не на десятилетия вот эти точки размазываются И может быть я не во всем разбираюсь То есть наверняка не во всем разбираетесь Но полное ощущение, что к мнению этих специалистов Почему-то те, кто прогнозирует то, что случится И к чьим прогнозам прислушивается К мнению этих специалистов не прислушивается Мой первый вопрос, как всегда, для короткого ответа каждого Он связан просто с тем, о чем я сказал Скажите, пожалуйста, вот все-таки для вас наступление этого кризиса Оно было неожиданным Можно ли было с вашей точки зрения его предсказать И предупредить все правительства, финансовые структуры, что это будет Или для вас тоже это было неожиданностью Ну в той же мере, как и для всех остальных Я считаю, что нынешний финансово-экономический кризис был вполне предсказуем И мне было очевидно, для меня было очевидно, что этот кризис обязательно наступит Где-то в 2008-2009 годах Поскольку именно на этот период приходилось совпадение циклического кризиса Большого по Кондратьеву и среднесрочного по Жугляру Потому что как раз последний финансово-экономический кризис 2001 года Случился именно на спаде очередного цикла Жугляра Да, кризис был предсказуем Что является неожиданным Наверное, сверх реакция, например, наших властей на этот кризис Некоторая паника, некоторый спуг То есть мы могли как раз быть лучше готовыми к нему Леонид Завасевич Ну, я думаю, что периодичность кризисов Это сам по себе факт банальный Рыночная экономика проходит регулярно через кризисы Главное, что все это изучали Уж это-то точно Но, на мой взгляд, предсказать, когда он произойдет И какой он будет глубины Это сделать трудно И в этом плане я, например, не имел каких-то специальных ожиданий В 2008 году И более того, я скажу, что вот два знаменитых кризиса Один, который произошел в 1899 году в Европе И он в России сильно сказался И кризис, который произошел во время Великой депрессии в 1929 году Они не были предсказаны Владимир Игоревич Ну, да, факт в этой книге, что предсказали Показать философию исторического прогнозирования Там действительно книжка вышла Была написана в 2004 году, вышла чуть позже Там было сказано о том, что кризис будет в 2008-2009 году Приблизительно, и он будет очень глубокий Сопоставимый с кризисом 1929-1932 года На основании именно контрольческих циклов На основании, правда, несколько учета Некоторого сокращения этих циклов И с моей стороны были попытки предупредить Даже власть имущих об этом На что, правда, я получил такой несколько невнятный ответ И не мог понять, так сказать, все-таки Как-то они собираются Это учитывать или нет Ну, последующие события показали Что в какой-то степени, наверное Это они, может быть, и что-то учитывали А в какой-то степени нет Вы знаете, я бы посмотрел на прогнозы С точки зрения технократа Ваша передача называется «Что делать?» Так вот, российский кризис Имеет к мировому кризису очень слабое отношение Поэтому происходящее в России Говорят, что он просто прямое следствие Ничего не бывало Ничего не бывало Поэтому российский кризис и мировой Следует рассматривать отдельно Что касается мирового кризиса То все очень просто Николай Дмитриевич Кондратьев полагал Что кризисы, войны, революции Связаны, прежде всего, со сменой технологических укладов Истинный смысл в сталинских пятилетах заключается в том Чтобы освоить возможности четвертого технологического уклада Это тяжелое машиностроение Это металлургия, большая химия Массовое производство Автомобилестроение и самолетостроение Это потребовало сверхусилий Но в результате наша страна смогла выстоять В Великой Отечественной войне В результате она смогла стать сверхдержавой Как только один уклад меняется на другой Один энергоноситель меняется на другой Скорее всего, возникнет кризис Пятый уклад Мы, втянувшись в бесплодные разрушительные реформы Мы полностью пропустили Пятый уклад Это телекоммуникации Это компьютеры Это интернет Это молотонажная химия Какая истинная причина Системная причина нынешнего кризиса Она очень проста Отрасли, которые относятся к пятому технологическому укладу Они исчерпали свой потенциал развития В России 150 миллионов мобильных телефонов Можно заставить людей купить еще один А два уже нет И поэтому эти отрасли Они уже не дают той отдачи, которую давали прежде И поэтому мир вступает в шестой технологический уклад Что такое шестой уклад? Шестой уклад это, по-видимому, биотехнологии Нанотехнологии, роботика Полномасштабные технологии виртуальной реальности Высокие гуманитарные технологии Новая медицина, новое природопользование Так вот, эти новые отрасли Еще не готовы к большим деньгам, которые есть в мире И вот это как раз безвременье Когда одни уже не дают отдачи А другие еще не готовы А ночь кривата к кризисам А детали Именно в какие годы он будет В какие годы он будет в каких странах В какие годы он будет в мире в целом Это, конечно, вопрос исследований Ну вот, Георгий Геннадьевич, собственно, начал раскрывать суть теории Эрикандаевских этих циклов Я думаю, сейчас нужно, чтобы вы рассказали об этом поподробнее Ну а дальше перейдем к обсуждению В частности того, почему к одним прислушивается К другим не прислушивается Кто хочет что-то? Оскар Акович, вы просто, я знаю, специально этим занимаетесь И большой поклонник этой теории Ну, прежде всего, я хочу сказать, что циклы Циклические колебания в экономике В историческом процессе Они являются органической частью развития Как исторического, так и экономического Потому что именно циклы Циклическое движение Оно как раз позволяет развиваться Как экономике, так и геополитическим процессам По восходящей линии По поступательное развитие Обеспечивается именно циклическим процессом Поэтому циклы, конечно, играют решающую роль Как в историческом, так и экономическом развитии И я считаю, что великой заслугой Николая Дмитриевича Кондратьева Было именно то, что он первым уловил Что как исторические, социальные, политические И экономические процессы Они подчиняются вот таким закономерностям Связанным длинными волнами Большими циклами Кондратьева И поэтому он с самого начала Как раз развивал эту теорию Применительно к практике Он хотел, чтобы с помощью теории Больших циклов Люди могли предсказывать Прогнозировать долгосрочное Среднесрочное прогнозирование Предсказания кризисов Поскольку кризисы Раз колебания экономические И исторические Они являются естественными Органической частью Процесса развития То и теория циклов Должна была служить основой Для долгосрочного предсказания Да, пожалуйста Я хотел бы добавить Но прежде всего по Кондратьевским циклам Поскольку я больше ими занимаюсь Дело в том, что Вот нынешняя кризисная эпоха А это именно кризисная эпоха А не просто отдельный кризис Там 2-3 года Которая продлится примерно Возможно до где-то 2018-2020 года Скорее всего Если судить по предыдущим Кризисным эпохам Это еще и смена Вот действительно И определенного Способа мышления И стиля управления И стратегии И не только элит Но я бы сказал Достаточно широких слоев населения Если не всего населения В разных странах мира Ну хотя бы среднего класса И так далее И происходит он Чрезвычайно мучительно Как показывают предыдущие Ну возьмем 30-е годы Да Ведь даже в Соединенных Штатах Ну в одной из самых развитых стран мира Тогда Была чрезвычайно тяжелая ситуация Да И даже при Франклине Рузвельте Гениальном политике американском Который решил Вход до голода Натурального голода Да И гигантской безработицы Марш планировался безработных На Вашингтон Который должен был разгонять Будущий президент Соединенных Штатов И герой Второй мировой войны Эйзенхауэр То есть Ну на грани гражданской войны По сути дела Все стояло А с чем это связано Дело в том Что Огромные Вот эти самые игроки Ведущие Многие И многие группы Ну прежде всего конечно элитные Они имеют Краткосрочные интересы Они не хотят Ну скажем банки Вот те же самые возьмем Сегодняшние С чем связан конфликт Барака Обамы С банками Вот с этим самым Что у банков Свои краткосрочные интересы Они не желают Менять стиль поведения А какая-то часть Американской элиты Видит что надо менять Поэтому Это достаточно сложный Мучительный процесс Иногда он происходит Через ряд кризисов Иногда к сожалению Через Очень серьезные Социальные потрясения Иногда Через войны И так далее Как свидетельствует история И все зависит от Готовности Игроков И элиты Прежде всего Быть чуткой К этим сигналам И изменять Свою стратегию Вот я бы хотел В этой связи Добавить Что Пожалуй Предстоящий Большой цикл Кондратьева В ее основе Будет лежать Не столько Технологическая Революция Сколько Геополитическая Революция И революция Именно Мирового рынка То есть Управление Мировым рынком Потому что Грядущая Технологическая Революция Мы ее В общем-то Ожидаем К сороковому Году А в основе Следующего Шестого Цикла Кондратьева В основном Будут лежать Те же технологии Которые легли В основу Пятого Это компьютерные Технологии Нанотехнологии Это продолжение Микроэлектроники Нанотехнологии Это тоже Продолжение Биотехнологии Вот Но Что чрезвычайно Важно Это Это цикл Это цикл Где будут Вот как Формулирует Владимир Игоревич Это цикл Великих Потрясений И революции Мирового рынка Мировой рынок Должен измениться Правила Его регулирования Должны измениться Вот об этом Как раз Говорят И президент Обама Обама И Саркази Я просто хотел уточнить Мы сейчас находимся В конце В конце Завершающегося цикла Вот этого Пятого Да Совершенно верно В конце В конце В районе 2020 года Это будет Начало нового Можно я Опять же Приступлю В роли адвоката Дьявола Значит То что российский Кризис Очень слабо Связан с мировым Это показывает Элементарные цифры Мировой В мире В целом ВВП Упал на 1,2% В России Перевозки Упали на 20% Поэтому Ситуация такова Что у нас Как по пословице У кого жемчуг мелкий А у кого хлеб черствый У нас Простите Хлеб черствый Вы спрашиваете Почему не слушают Тех людей Которые Предсказывают Вот скажем Владимир Игоревич Предсказал Действительно За 6 лет И опубликовал в книжке Прогнозы В отношении кризиса Оскар Акаевич За 4 месяца Предсказал До выборов В Соединенных Штатах Предсказал Кто же их выиграет Почему же их не слушают А вот теперь Зададим себе вопрос А кого же у нас слушают Следующий вопрос Вот я бы тоже не согласился С коллегами Потому что есть два уровня знания Один уровень знания Где мы все понимаем И совершенно понятно Что надо делать В 2014 В 2018 Году Произойдет Технологический скачок Развитые страны Будут у себя Иметь Основу Шестого Технологического уклада России сейчас Жизненно важно Вскочить в последний вагон Уходящего поезда Об этом пишет Максим Калашников Президент у России Об этом говорят Во всех Во всех Научных аудиториях Которые понимают Насколько острая ситуация Если этого не будет То скорее всего Страны не будет у нас Но вместе с тем Вот действия нашего Министерства образования И науки Те прогнозы Которые дает Минэкономразвитие Они никоим образом Не соответствуют Этим реалиям То есть Не слышат Очевидных вещей Те и второй уровень А вот те и неочевидные вещи Вот мы Вместе с Оскаром Акаевичем С Владимиром Ильичем Участвуем в проекте Который выполняется В институте Прикладной математики Российской Академии Наук Под началом Виктора Антоновича Садовничева Системный анализ И моделирование Мировой динамики Значит Понимаете Идеально было бы Ситуация такая Что мы пишем Некое уравнение И оно дает нам результат Так как мы рассчитываем Космическую ракету Так как мы Управляем массой Других процессов И вот здесь Действительно Есть масса предметов Для научных исследований Есть масса Того что следовало бы Уточнять И более того Мы все выступаем За то Чтобы эти исследования В очень широком объеме Были развернуты В России Как это сделано В США Во Франции В Индии В Китае Люди проектируют будущее Они действительно Интересуются циклами Ну а вот пока Насколько я понимаю Вот В средствах массовой информации Вы впервые нам задаете Эти вопросы А обычно все это обсуждается Только в научных аудиториях Поэтому все К сожалению Как в стихах Мы живем под собой Ничуя страны Я вот хотел бы Немножко Другую ноту внести Мы изначально начали Обсуждать Проблему циклов Так И конечно Кондратьевские циклы Это сегодня Общенаучные достижения Ясно что Экономика Общество развивается Циклично Но На мой взгляд Это концептуальное знание Здесь Нет Какой-то Точный Период Периодичности Вот мы не можем сказать Что вот цикл Мы говорим 30-50 лет Кто-то говорит 70 лет Сам Кондратьев ведь не определял Сколь-нибудь точно Этот период Поэтому Вот такие реальные прогнозы Периодичности Развития На основе Кондратьевских Или шумпетеровских циклов Это все-таки Мы не ставим так задачу Мы просто понимаем Это предмет исследований Все-таки Ну вот Мне трудно поверить Что где-то сверху Заложен Вот такой Жесткий Там 72 года Или 28 Это Это просто Идея периодичности И Шумпетер И Кондратьев Вложили в нее Некоторый механизм Объяснения Связанный Со сменой технологии С инновационными Процессами Но Немножко другой вопрос Это кризисы Вот Кризис Это Не совсем Прямо Связан С Периодичностью Ну и Наконец Невозможно Обсуждать Кризисы Не отдавая Себе отчет В роли Финансового Фактора Финансовый капитал С 19 века Играет Огромную роль Без него Реальный сектор Не может Экономики Развиваться И если мы Поглядим На Вот Серию Наиболее Глубоких Кризисов С 19 века И Сюда Входит Конечно Великая Депрессия И Сегодняшний Они проходят В принципе По одной схеме На фондовом рынке Начинаются Процессы Когда Скажем Быки Более эффективны Когда 20-ти долларовая акция Доходит Номинал 20 долларов Она доходит До 80 долларов И Идут Спекуляции На фондовом рынке Потом Наступает Состояние Неустойчивости Синергетический Сюжет Наступает Бифуркация И рынок Рухнет Без всяких Заметных Даже причин Без заметных Сигналов Информационных На бирже А дальше Мы понимаем Что начинается Финансовый Капитал Подорван Падением Рынка Финансового И это Тут же Сказывается На реальном Секторе Экономики Потому что Совокупный Спрос Падает У людей И не только У людей Теряются Возможности Заказа Спроса На реальный Сектор Экономики Я должен Сказать Что Финансовые В денежно-кредитной Сфере Тоже есть Свои циклы Они взаимоувязаны Четко И Кстати Надо сказать Уже Жугляр В 19 веке Написавший Первую работу По циклам Среднесрочным Он назвал Их торговые А оказалось Что они Более промышленные Деловые Чем торговые Позже выяснилось Он как раз Увязал Это Он Причину Их основную Видел Как раз В несовершенстве Денежной Сферы Так оно В принципе Оказалось Да Финансовая Сфера Она Часто Служит Триггером Вот Но Тем не менее Там тоже Есть Определенные Циклы Кстати Вот Все Все Финансовые Вот Они Кризисы Как раз Они Последние 50 лет Случались На Спаде Цикла Жигляра Вот 72 год Потом 82 год Потом 91 год Потом 2000 год Вот Лопание Пузыря В сфере Новой экономики После которого Последовал Кризис В экономике Знаний И вот 2008 год И Исходя 98 Тоже Там Это было В Юго-Восточной Азии С фазой Запаздывания Тоже Суда же Объясняется И плюс Я хотел бы Завершить тем Что вот Мы на основе Этого С Владимиром Игоревичем Сейчас Прогнозируем Что Следующий Пузырь Лопнет Как раз В 2016 2017 Году Вот На Фазе Спада Цикла Жигляра Следующего И это Будет Как раз Кризис После которого Начнется Оживление И долгосрочный Подъем Я думаю Владимир Что надо Слово Да Только я Пару фраз Скажу Я хотел сюда Пригласить Еще одного Эксперта Но он Не в Москве В этот момент Находится И Не мог здесь Присутствовать Почему я хотел Пригласить Он Бизнесмен Но занимается Анализом Экономических Процессов Потому что Это его Интересует Вообще Применительно К его Бизнесу И Как раз Вот Аналитики Которые с ним Работают Он мне об этом Говорил Они считают Что 12-й год Будет очень Трудным Для экономики России Потому что Разного Рода Циклические Тенденции Которые По разным Группам Товаров Сырьяни Следят За Этим Тенденциями Как раз В 12-м Году Сходятся Все Минусовые Тенденции Они В точке Именно В фактикризис Будут Сходятся И поэтому Он считает Что одно Налошено Другое И вот Будет Самый Тяжелый Год Вот тут К сожалению Мы должны Констатировать Что Заявление Многочисленное Уже Министра Финансов Алексея Кудрина О том Что Россия Достигнет До Кризисного Уровня Именно В 2012 Теперь Правда Он последний Рассказал В 2014 Году Они Могут Сыграть Просто Напросто Я бы Сказал Ну Такую Странную Роль Потому что Она может Не достигнуть Потому что Может Развиться Новый Кризис И к этому Надо Быть Готовым Есть Три Правила Отношения К проблемам Первое Проблема Должна Быть Замечена Это Задача Науки Прежде всего Экспертов Второе Проблеме Должен Быть Придан Приоритет Это Тоже Отчасти Задача Науки Отчасти Извините Парламентариев И других Лиц Понимающих Решение И Третье Вы можете Заметь Проблемы Можете Придать Ей Приоритет Но Вы можете Не выделить На нее Ресурс Для решения И здесь Не ученые Многое сделать Не могут Политики И так далее А Вот это Последнее Решение Зависит В том числе От Мировоззрения От настроения От состояния В том числе Элит Это принципиально И поэтому Вы можете Иметь Перед собой Все любые Графики Но Действовать Без попутного Ветра Я еще Хотел бы Один сюжет Вспомнить 97 год Кризис В ноябре Месяце 97 года Дмитрий Митяев Пишет доклад Который Лежит на столе У наших ведущих Банкиров И на столе У Кириенко Который Вскоре Стал Премьером Там С точностью До дня Расписано Что 17 Именно Августа Случится Тот самый Кризис Этот документ Лежал на столе Кириенко Он потом признался В этом Но решения Не были приняты Знала Наука Знала Показала Фантастическую Прогностическую Мощь Показала Но решение Не зависело От Дмитрия Митяева То же самое Касается Текущего Кризиса И Чтобы Как-то Снять Противоречие Связанным С миром Или не Связанным В этом Кризисе Наша Реакция На кризис Была Асиметричной Там Где Нужно Было Ставки Понижать Мы повышали Там Где нужно Было Увеличивать Денежную Массу Мы Уменьшали И так Дали Это Была Принципиальная Идеология Решения Идеология Антикризисной Политики А вот Если взять Такую Модель Принятия Идеального Или оптимального Решения Вот Изучили Все эти волны Сопоставили Наложили Знаем О том Что это Произойдет Предупреждены Знаем Когда Произойдет Приняли Правильное Решение С учетом Того Что будет Происходить И выделили Ресурсы Вот Тогда Что будет Тогда Незаметно Пройдет Эта точка Которая Потенциально Кризисная Или Она Произойдет Конечно Пройдет Просто менее Болезненно Ну Насколько Менее Болезненно Ну Существенно Менее Болезненно Но Предположим В одном Случа Мы действительно Можем Потерять Страну Как Опять же Здесь было Сказано А в другом Случае Мы можем Просто два года Экономически К нему Рядет Спад Там Предположим Несколько Процентов От ВВП И некоторые Небольшие Трудности Экономические Я думаю Разница Существенная Я очень Я очень Кратко Хотел Сказать Что Да Мы Я согласен Много Неверных Шагов Делали Но Давайте Представим Себе Что Вот Эта Подушка Стабилизационный Фонд Не был бы Создан Уверяю вас Что Нас Ожидали бы Сильные Социальные Потрясения Неустойчивость Потери Управления Потому Что Вот Те Социальные Программы Которые Проводились В кризисный Период И которые Чуть ли Не обнулили Этот фонд Они Вытянули Некоторую Стабильность Что Будет Дальше Я не знаю Но Пока Мы не Видели Социальных Взрывов А Если Не было Этой Подушки Не знаю Ну Вопрос Видимо В том Как Дальше Будут Приниматься Решения Вот Я хочу Скоро Об этом Речь Зашла Тут Пожалуйста Коротко Ответьте Если У вас Есть Мысли На сей счет Потому Что Это Мысли Вроде бы Все разобрались С тем Что Предупреждали О том Что все К этому Идет С данным Конкретным Даже Гидроагрегатом И так далее Значит Но Владельцы Были Заинтересованы В том Чтобы Получить Максимальную Прибыль И поэтому Авось Пронесет Расчет Видимо Был такой Так вот Вопрос В чем состоит Допустим Мы все знаем Что ситуация Предкризисная Но В этот момент Происходит Некий Другой Процесс Тоже Наверное Связанный С каким Циклами А именно Меняется В стране Собственники И вот Этот Собственник Который Только Что Это Получил Он Действительно Стремится Получить Вслед За Собственностью Она же Ему Это Полотина Сама По себе Зачем Ему Нужна Для того Чтобы получить Эту максимальную Прибыль Так вот Если Совпали Эти два Процесса Вот Что делать Власти Не допускать Пределы Собственности В момент Кризиса Ну Я не знаю Какой ответ Он же Политический Заставлять Собственника Действовать Собственника Работать В ущерб Его Инстинкту Если Власть Допустила Мародеров К собственности Тем более В критерически Важных Объектах То Грош На Это Власть Власть Не Имеет Права Отдавать Такие Объекты Вообще Неизвестно Кому То есть В принципе Неправильно Была Принципальная Стратегическая Ошибка Еще До Того Знаете Я поддержал Александра Ивановича Был такой Анекдот Времен Перестройки А можно Купить Полтора Метра Государственной Границы Так вот Безопасностью Нельзя Подглавать Безопасность Является Приоритетом Государства В России Есть На территории России 50 тысяч Опасных Объектов 5 тысяч Особо Опасных Вот Плотина О которых Идет Крич Они Относятся К ним И поэтому Здесь Вот Приоритеты Общества Они гораздо Выше Любых Приоритетов Бизнеса Более того Как показывает Опыт Западной Европы Ужесточение Законов В области Безопасности Техногенной Безопасности Оно Повышает Прибыль Понимаете На ваш взгляд Почему все-таки Если Так хорошо Разработана Эта теория Можно сравнить Разные циклы Предсказать Довольно точно Какие негативные Коллизии Нас ждут Почему К этому Не прислушивается Дело в том Что тут Мы сталкиваемся С психологическими Особенностями Человека Вот Пока Нет Кризиса И это Видно Очень здорово На экономической Теории Западной И на нашей В какой-то Мере Пока Нет Кризисов Все Это теория Циклов Циклы Игнорируются Значит Когда Проявляется Интерес К циклам Только Когда Грянул Гром И Грянул Кризис Это Было Видно Очень Хорошо И в 30-е Годы Не случайно Шумпоэтер Об этом Подхватил Это было Видно В 70-е годы Когда возрос Интерес Во всем мире И было Колоссальное Количество Публикаций По этому поводу В начале 80-х годов Потом Потом снова Забыли Сейчас Снова Вспоминаем Вот здесь Какая-то Есть Ну Буквально Какая-то Страшная Человеческая Психологическая Особенность Что пока Гром не грянет Мы об этом Не думаем Или Или Это Спекулятивная Особенность Пока Нет Кризиса Выжить Максимум Из Вот этого Пока И это тоже И это тоже Присутствует Но Здесь еще Есть К сожалению Причины Дело в том Что Среди самих Последователей Кондратьева Ну Получилось Так Что Некоторые Из них С энтузиазмом Подхватили Теорию Кондратьева И вообще Циклической Теории А потом После Второй Мировой Войны Благодаря Успехам Кейнса Кейнса И так далее На какой-то Момент Возникла Иллюзия Что Кризисы Такие Глубокие Они вообще Исчезли И я Буквально За год До Этого Кризиса Говорил с целым рядом Людей Видных Экономистов Наших Российских И не только наших И все говорили Что кризисов Быть не может Все Закончились Кризисы Это тоже Вот такая Причина Экстраполяции Понимаете Тут еще В чем дело Человек К сожалению Помнит опыт Только Последних Пяти Десяти Там Ну Пятнадцати Лет Я тоже Хотел Два слова Сказать Вот Один Из лиц Принимающих Решения В прошлом году Говорил Вы не представляете Какой поток Идет к нам На стол Вот Прогнозов Послезавтра Через 20 дней Через 3 года Через 3 месяца Вся ось времени Забита прогнозами Плотно И один из них Конечно Может быть Несколько Будут Реализованы Но Вот мы должны Понять Что Прогнозов Идет поток И вопрос О том Почему По разному И вопрос О том Почему же Руководство Не принимает Решения Когда предупреждают Что будет кризис Да потому Что их Сон И в этой связи Резко возрастает Роль научного Прогноза Обоснованного Системного То о чем Говорил Оскар Акаевич Поэтому Вот Я хотел бы Своё мнение Закончить На такой ноте Прогнозов Много Но Нужны Консолидированные Оценки Построенные На хороших Методах Авторитетного Круга Учёных Вот к ним Надо прислушиваться Но эти прогнозы Могут Как дезинформация Использоваться Конкурентами В том Что и странами Конкурентами Да Конечно Вот можете Либо сказать Что В нашей стране Существует Институционально Система Вот этого Стратегического Планирования В том числе Антикризис На большую Историческую На большую Историческую Перспективу Если Да То В какой стадии В сравнении С другими Странами Или Тут что-то Нужно срочно Делать И тогда Коротко Что Вот У нас в конце В конце концов Совет безопасности Существует Который В принципе Есть Функциональный Это вроде бы Такой орган Это предлагает Чтобы в стране Был закон О стратегическом Планировании Сейчас есть Только проекты Законов Они не прошли Никакое утверждение Отсутствует У нас есть Формальные Даже органы Которые за это отвечают Но сказать Что они действуют Полной мере Это невозможно И в третьих У нас есть Большое количество Вполне конкурентоспособных На глобальном уровне Центров Которые креативят Различные Видения будущего Была бы в системе поддержки Управленческих решений Современной Как это требует На нормальных Информационных Платформах Но сказать Что здесь мы совсем Какие-то замухрышки Было бы неправильно Я бы сказал Следующее Что у нас есть Замечательные ученые У нас есть Прекрасные коллективы У нас есть Примеры Блестящих прогнозов Которые оправдались В частности Катастрофа СССР Была предсказана За много лет До того Как она произошла Многое было предсказано Институт системного анализа Это была работа Вот мы сейчас ее издали Действительно Это группа Впоследствии Академика Делования Это было предсказано И лицам Принимающим решения Все это было выдано Этот прогноз Был проигнорирован Но Для того Чтобы действительно Наука сыграла роль Должна быть Государственные органы Государственная система И понимание Лицами Принимающими решения Того Что это необходимо делать Вот в отличие от Соединенных Штатов Америки Китая Финляндии У нас этого нет Академия наук Много раз Второй раз Финляндия Упоминает В этой связи Там разработан Очень мощный Технологический прогноз В частности Совершенно верно В Японии Есть отличный прогноз На эту всю Небольшую мощь Замечательный Финляндия Да Именно поэтому Они не делают Ошибок Многих Которые делают Другие страны Сначала корпорации Нокиа возникла И на Прибыли Анисториалистической Мудрости Сначала совершенно верно Сначала план Сначала стратегия План А потом уже Нокиа В России Этого нет В России Это необходимо Как можно Скорее создавать Что касается Вирусов Поддержу Александр Иванович Я бы сказал У нас два вируса Это соответственно Шизофрения И рак Шизофрения Это соответственно Этого достаточно Можете не продолжать Ваш прогноз Тогда очевиден Лечить Лечить Значит рак Это даже Шизофреники Лечит рак У больных А раковые Более шизофреников Рак это у нас коррупция А шизофрения Это Понимаете Мы просто Левая рука Не знает Что делает правая И делает противоположная Поэтому действительно Надо восстанавливать Целостность сознания И элиты И массового сознания Геннадий Георгиевич Вас нужно приглашать Вот в политологической передаче Когда их Что делать Потому что вас Явно тянет Вот На переустройство Ваша передача Называется Что делать Да нет Да 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 По моему мнению Я согласен С тем Что было сказано У нас есть Талантливые ученые Группы Даже центры Экспертные Но у нас нету Связки Нету связи Соединения Между Людьми Принимающие решения И вот этими Экспертами То есть Если она есть То к сожалению С экспертами Не лучшего качества Увы Это видно по результатам Я хорошо отношусь Ко всем людям Но это видно по результатам Просто-напросто И вот если мы Не создадим Эту связку Значит То в общем Последствия будут Действительно Достаточно тяжелыми Плюс Надо отметить Что наш бизнес К сожалению В подавляющем большинстве Совершенно глух К этому В отличие от того Что в Финляндии происходит В отличие от того Что Нокия на этом Развивается Он не хочет Видеть стратегию Он вообще не хочет Ее иметь Это Это колоссальнейшая проблема Значит В этих условиях Государство должно Все-таки Ну какой бы оно ни было Даже с коррупцией И так далее Но оно должно Эту связку обеспечить Иначе Это все будет бестол Тогда Я бы очень кратко добавил Соглашаясь С тем Что было сказано Мне кажется Чего нам не хватает Это Открытой Такой Прозрачной Атмосферы Для обсуждения Должно быть Несколько Конкурирующих Таких Центров Футуристических Прогнозов Центров Планирования Стратегического И они должны Иметь прозрачные Процедуры Отстаивания Своих позиций Они делают Прогнозы Прогнозы Сбываются Или нет Это должно быть Они должны Отвечать И постепенно Так сказать Консультантами Правительства Должны стать Те Группы Те Так сказать Институции Которые В этой Открытой Конкуренции Доказывают Свою большую Профессиональность Вот у нас Этого Пока нет А это Должно быть Ну Сколько прогнозов Публикуется Более-менее В широкой Печати Или там Видим Монографии Вот в части Института Александра Ивановича Этим занимается Довольно много Просто Где этот Арбитраж Который А вот этого Звена не хватает Нет А вот Политическое решение Все там Следующую пятилетку Ориентируемся На этих Потому что Они давали Правильные прогнозы Это подтвердилось А рынок Все Само решит Нет Здесь все-таки Еще должен быть Либо руководство Академии наук Либо Так сказать Еще какие-то Люди В политике Которые Ну связанные С политикой И с наукой Вот Которые Понимают Знаете Не надо Изобретать велосипед Эта проблема Решена Например В области Прогноза землетрясения Есть ряд групп Соответственно Они дают прогноз Есть Комиссия Комиссия Опять же При Академии наук Охотники Они смотрят Что исполнилось Что не исполнилось Понимаете Эта процедура Отработана Отработана В одних случаях Она отработана В других странах Поэтому здесь тоже Есть все возможности Ну тогда Если такой Рецепт Я вам сразу скажу Что у нынешней Политической власти России Большое недоверие К Академии наук Как к экспертному Сообществу Там Насколько это Обосновано Предшествующей истории Можно долго спорить Но Пока так Пока так В области землетрясения В области землетрясения Все отлично получилось И видимо здесь тоже Можно что-то похожее сделать Да Скоро конечно Я считаю Виталий Тович Что Советский Союз После Великой Отечественной войны Сделал Мощный Инновационно-технологический Прорыв И Был В группе Авангардных стран В 60-е 70-е годы По многим Направлениям Научно-технического Прогресса Советский Союз Не уступал Развитым странам А В отдельных Был впереди Ну собственно Он входил в группу Развитых стран Да Но К сожалению Вот эта энергия Она Как-то пропала В 70-е 80-е годы И Советский Союз А следовательно Россия Пропустила Технологический прогресс Связан С пятым циклом Кондратьева И сегодня Россия Отстает От развитых стран мира Самых Авангардных стран мира Ровно на один Цикл Кондратьева И в этой ситуации Для России Обязательно Я считаю Непременно Нужен Стратегический план Развития И среднесрочный И долгосрочный Без такого плана Вот все страны Которые делали Инновационно-технологический Прорыв И поднимались Развитым странам Они только Благодаря Стратегическому плану Япония После Второй Мировой войны Корея В ходе Пятого цикла Кондратьева Малайзия Вот Поэтому Непременно Стратегический Такой план Нужен Этот план Должен Основываться На Строго Научной Основе Научной базе Как об этом Хорошо сказал Леонид Иосифович На научной базе Я убежден Что российские ученые Могут Обеспечить Прочную Научную базу Такого Стратегического Плана Нужно Только Политическое Решение Я считаю Что Российские ученые Они способны Не только Научной основе Для Прогноза Разработки Стратегии Развития России Чтобы она Смогла Присоединиться К авангардным Странам К концу Шестого Кондратьевского Цикла Сороковым Годам Но Но даже Обеспечить Прорывными Технологиями Кстати Основы Наноэлектроники Были заложены Нашим Выдающимся Физиком Лауреатом Нобелевской Премии Алфеорубу Он еще Энергичен Он мог бы А основы Сверхпроводников Были заложены Покойным Академиком Гинсбургом И эти школы Они действуют И они способны Я считаю Биотехнологии Верно Георгий Геннадьевич Я считаю Что требуется Только политическое решение Но То есть Я правильно понял Что все согласны В том Что на данный момент Из тех документов Которые известны вам Как Стратегические Нет того Нет стратегии Развития В таком виде К сожалению У Совета безопасности Ни у других К сожалению Нет Мы вынуждены Заканчивать этот разговор Он Из начала Сговора о циклах Неизбежно Свелся к разговору О будущем Вообще Будущее Это то Что более всего Интересует Людей На завтра Или на 5 лет Вперед Ну простые люди Там На 4 года На 5 лет Вперед смотрят Политики должны смотреть Гораздо дальше Кто прав Кто не прав Есть такой план Или нет такого плана Мы узнаем Через некоторое время К сожалению Пока Ощущения На сей счет Не оптимистические Не оптимистические А видимо Все-таки Должны быть Оптимистические Потому что То о чем Сегодня мы говорили Очевидно Свидетельствует Многое можно предсказать Ко многому Можно подготовиться Если всерьез Этим заняться Что продемонстрировали Некоторые страны В том числе Даже такие маленькие О которых здесь Тоже упоминалось Ну а мы будем продолжать Наши дискуссию В передачах Что делать Всего хорошего До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok